Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл канале Сладкий Персик. И сегодня мы с вами будем говорить о кофе. Я не могу сказать, что я какой-то там заядла кофеман и пью кофе каждый день по 20 чашек, но утро привыкло начинать именно все-таки с чашечки вкусного кофе, и мы варим его дома в самой обычной, простой кофеварке. У нас нет какой-то дорогой кофемашины, мы пока что ее не купили, не знаю вообще, нужна она или нет, ну потому что пить кофе утром не обязательно для этого покупать какую-то дорогущую кофемашину, но не знаю, как там получится на самом деле. И свою кофеварку мы покупали в Вашане, мне кажется, или в МВидео, примерно за 1000 рублей, и мы ей пользуемся уже практически 6 лет. Я, кстати, обязательно сниму на нее попозже обзор, потому что она реально классная, недорогая, и мне кажется, пригодится каждому на кухне. Но в ней есть один минус, она не молит кофейные зерна. Поэтому раньше мы покупали молотый кофе, засыпали в эту кофеварку и готовили себе утром завтрак. Но потом все-таки нам захотелось с мужем пить кофе в зернах, и поэтому нам пришлось купить кофемолку. Выбрали мы вот такую вот кофемолку от Bosch. Она есть у них в разных цветах, насколько я знаю, модель всего одна. Есть в белом цвете, как у нас вот эта, она к кухне подходит, кстати, поэтому мы купили белую. Есть черная, на нее мы тоже смотрели, но обещание не покупать больше черную технику здесь все-таки сработало. Есть еще в красном цвете и в бежевом. Мне кажется, они все очень симпатичные. И еще мне нравится, что она легкая. Смотрите, я держу ее в одной руке. Ее вес всего лишь 600 грамм. Это кофемолка, предназначена для того, чтобы молоть кофейные зерна, само собой обжаренные. И еще в инструкции написано, что в ней можно перемалывать специи. Но я, если честно, так не делаю, потому что для этих целей у меня есть специальный измельчитель, ну, точнее, блендер, блендер-измельчитель. И в кофемолке мы молим только зерна, просто даже потому, что ее не нужно постоянно мыть. То есть намололи зерна с утра, пересыплю в баночку, и потом через три дня намололи еще. Все-таки если здесь смешивать специи и кофейные зерна, то ее нужно будет периодически промывать. Почему мы выбрали именно эту кофемолку? Кроме дизайна и того, что это Бош, потому что муж у меня просто фанат Боша, у него очень много инструментов Бош. Хотя из техники дома у нас только кофемолка и духовка. Боже, больше нет ничего. Попауз. Кроме этого, она еще очень удобная. Здесь всего лишь одна кнопка, вот эта вот. То есть крышка снимается, туда засыпаются зерна. Здесь ножи установлены металлические. Крышка закрывается плотно, и всего лишь одна кнопка. Ты на нее нажимаешь, удерживаешь, и кофейные зерна перемалываются. Им достаточно буквально 20 секунд. Но здесь зависит все от того, какую степень помола вы хотите получить. 20-30 секунд, и весь набор зерен перемолот. Там можно засыпать 75 грамм кофейных зерен, и это примерно, наверное, на 4-5 чашек. Ну, смотря тоже какой крепости, кофе вы предпочитаете. Шнур у этой кофемолки достаточно длинный, вот такой вот. Конечно, другой конец комнаты он не дотянется, но кофемолку, соответственно, нужно включать в розетку рядом с кофеваркой, поэтому, мне кажется, вот этого шнура хватает, и он не мешается. Потому что кофемолка у меня все время стоит на столешнице, на рабочей зоне, и мне очень нравится, что она мелкая, и что ее можно так убрать в уголок, шнур не будет мешаться, и сама кофемолка тоже мешаться не будет. В общем, штука очень классная, гарантии на нее год, как обычно. И если вы тоже любите кофе, то я вам рекомендовала бы обратить внимание вот на эти вот кофемолки, которые бывают в разных цветах. Надеюсь, мой обзор был для вас полезен. Напишите в комментариях, если вы тоже любите пить кофе, и не забудьте поставить лайк, и подписывайтесь на мой канал.